Эдуард, добрый день. Спасибо, что пришли к нам в гости. Сейчас мы живем с вами в период ограничений. Людям сейчас не совсем до крупных фестивалей. Планируется ли организовывать онлайн-фестиваль? Есть ли такие идеи у продюсерского центра Камва? Мы проводили, наверное, один из первых онлайн-фестивалей. Так получилось, что в 2020 году, когда первый локдаун пришел весной, наш продюсерский центр Камва проводил под эгидой Министерства культуры такой известный фестиваль «Пермская волна». Это фестиваль, ориентированный только на пермскую музыку. Фестиваль «Смотр» куда, двухдневный, куда съезжались, куда сходились все, в общем, более-менее интересные музыкальные пермские силы. Он пользовался популярностью, но именно в этом 2020 году попал как раз под первую волну. И нам пришлось срочно переориентироваться и проводить стрим, проводить онлайн. Нам понравилось, это любопытно, но, конечно, это не фестиваль. Конечно, фестиваль – это живое общение. То есть концерты онлайн, стримы, даже совместные какие-то репетиции, которые вывешены и сейчас очень часто распространено в интернете, что музыканты музицируют, пользуясь Zoom и тому подобными площадками. Это все имеет смысл быть, это диктует современность. Именно такой подход, но настоящий большой фестиваль – это все равно живое общение. Это все равно живая сцена. Это люди… Ну, есть разница, давайте просто скажу. Либо вы сидите дома в домашней одежде с бутербродом, с чаем перед монитором, либо вы собираетесь со всей семьей на природу, на большую сцену, где большое количество людей, где невероятная энергетика, вы получаете совсем другой заряд. То есть это просто разные жанры. А тяжело ли было переходить с стрельцев оффлайна на онлайн? То есть это все равно ведь вы планировали затраты перед тем, как провести, и пандемия наступила, это все равно планы финансовые порушены. То есть тут какие-то были убытки и какие-то либо денежные, может быть, переводы были от зрителей, которые смотрели стрим? Нет, мы не пользовались ни краунфандингом, ни чем таким. Наши эсцеметы, ну, они почти в ноль всегда. То есть думать о том, что это такая большая коммерция, это не совсем так. Особенно большие фестивали, они немножко по-другому существуют. Да, это коммерческий, может быть, проект вполне, если он себя застолбил, если бренд застолбился у потребителей не только в территории, скажем, Пермского края. Что произошло, например, с Камвой за 15 лет существования, получилось, что этот бренд вырос, вошел в перечень одних из самых известных фестивалей, во всяком случае связанных с этникой, фестивалей в России. И об этом знали и агентства, об этом знали и агенты, и музыканты. Это главное, это важно. До этого нужно дорасти, довести фестивальный бренд, чтобы он, ну, репутация здесь очень важна. И уход с активной площадки в интернет, конечно, сокращает возможности, и, конечно, сокращает и финансовые, в том числе, возможности, это факт. В случае с Пермской волной мы не понесли каких-то больших убытков, потому что это было, ну, вот, конкретно бюджетное мероприятие. Мы потратили то, что нам дадим, все четко, и без этих просто не было людей, и пришлось переиграть все на площадке, на интернет-площадке. Все. Это, конечно, было очень не вовремя. Конечно, многие расстроились, музыканты особенно расстроились, потому что в первую очередь мы делаем мероприятие для самих музыкантов. Для артистов. Для артистов, да, в первую очередь. Это и КАМа так была устроена, в первую очередь прорабатывается серьезный сервис, прорабатывается, ну, по максимальному мы работаем, чтобы были более-менее комфортные условия для участников, для музыкантов. И, конечно, возможность не выступить для многих, особенно в Пермске, конечно, было, ну, так проще говоря, это облом был такой. И интернет этого не возместил. Ну, в конце концов, интернет, каждый может в любое время взять и сделать интернет-концерт. Без особых затрат. Да, без особых затрат и без всего. Ну, конечно, фестиваль может саккумулировать какую-то, ну, скажем, та же КАМа. И задумана была, как площадка для показа музыки малоизвестной. Потому что мы знали, что мы будем привозить такие проекты, которые в широкой публике неизвестны, но при этом они обладают интересные и качественные очень проекты. Музыка многослойная. Есть то, что показывают по телевизору, а есть то, чего по телевизору не показывают. И чтобы зрители приходили на эти концерты неизвестных исполнителей, надо было зарекомендовать бренд. Что зритель приходит на КАМу, зная, что заведомо, что там будет хорошая музыка, качественная. Не так давно общались с организатором фестиваля «Саунд-59» Игорем Мышаком, пермский композитор. Он свой фестиваль в этом году при условии ограничений провел за миллион рублей. В 2019 году организаторы «Руклайна» говорили о том, что за 4 миллиона не провести крупный фестиваль. Соответственно, к вам такой вопрос, сколько по порядку цифр это выходит по оплате в том числе и команде, и в том числе и по фестивалю. И также упоминали о том, что бюджетные деньги участвовали тоже в фестивале. То есть какой процент и сколько по порядку цифр? Тут интересный вопрос. Первое, что я понял, первое, что я должен сказать, во-первых, администрированием таким с Министерством культуры в основном занималась Наталья Шостина. Но я все равно, мы в одном городе живем, я все равно в курсе некоторых вещей, некоторых ситуаций. Могу сказать так, что на пике нашего сотрудничества, а сотрудничала КАММ с Министерством культуры всю историю своего существования. Такой фестиваль невозможно провести без сотрудничества с властью, потому что в первую очередь это вопросы охраны, это вопросы инфраструктуры, которые мы не решили никаким образом без властей. И, конечно, мы благодарны за все эти годы, за сотрудничество такое, несмотря на то, что была смена министра культуры, все равно мы находили общий язык. Но на пике финансирования было 5 миллионов, самое большое, что было профинансировано в КАММе. И всегда в наше ТЗ входило поручение о количестве не менее 15 тысяч человек. И мы всегда это исполняли, на наше удивление. У нас даже больше было людей на фестивале. И самое главное, привлеченные средства так называемые. То есть для нас финансирование бюджетное всегда было только половина. Ну, тут просто посчитать. Это трехдневный фестиваль. Три дня шел фестиваль. С последних три года с эколагием, с палаточным городком, с двумя сценами. С три дня заполнить артистами. Гонорары, дороги. Многие из них иностранные. Все валютные. Перечитайте на курс. Ну, конечно, пять миллионов это... Я вам скажу так. Мы нигде, никогда, уезжая в столицу, уезжая, разговаривая с профессиональными, с коллегами, с нашими, мы никогда эти суммы не обнародовали. Потому что это было бы для нас большой минус. Потому что в Москве даже говорить не будут за такие деньги. К примеру, Дикая мята. Ну, тут это свежий фестиваль, который приносил. Который прямо на глазах вот так здорово развился. Ну, вот последний их бюджет уже больше ста миллионов. Ну, это серьезные очень деньги, серьезные мероприятия. В первую очередь, это деньги... Такой немножко... Он провинциальный подход. Вот сколько вы там заработали или не заработали или что-то? Нет. Это сначала надо сделать этот фестиваль. А это огромная машина. Вы говорите про команду. У нас в лучшие годы до 500 человек работало. Это за, в принципе, первые... Да, это включая волонтеров и всего. Это огромная, просто огромная махина. Каждый куст надо в Хохловке было излазить и смотреть на предмет безопасности. Это огромное. Все это требует денег. Потому и фестивалей нет. Фестивальный бизнес, фестивальное дело – это жесткое дело. Если ты не развиваешься, ты умираешь. Все. И последний вопрос, который я хотел бы задать. Реально ли сейчас в регионе построить хороший жизнеспособный фестивальный бизнес? Что для этого есть? Чего для этого нет у нас в регионе? Ну, есть все. Ну, как в истории с Камвой, мы считаем, что не хватило, ну, можно быть, даже политической воли. Потому что мы считаем, что недооценен был. Вот случилось так, что вырос Бренд. Вот мы его вели, честно, и вот он вырос. Вырастить такой новый сложно. 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 Можно, как показывает ситуация с белыми ночами, можно накачать деньгами. Потом деньги заканчиваются, и все сдувается. Когда все построено на идее, на мощное, то держится долго. Вот мы просуществовали 15 лет на мизерные деньги. Вот сейчас мы стали говорить о бюджетах. Я проговорил вам, там, про 5 миллионов сказал. Плюс средства, которые мы добывали, укладывали свои собственные. И думаю, как мы это делали. Вот сейчас, это просто невероятно. Мы даже вот сейчас, я не понимаю, как мы это сделали. Вот три дня, 20 тысяч, 15 тысяч людей, охрана, сцены, звук, все. Как это мы вписались, я не понимаю. Вот сейчас меня окунили в эту реку, мы уже не войдем в такое. Потому что это невозможно. Это такое, как политическая воля должна быть. Хорошо, большое спасибо, Эдуард, за интервью, за то, что пришли к нам в гости. Всегда рада вас видеть.